Лауреат бесчисленного количества премий, худрук двух театров, обласканный публикой и государством. Табаков, несмотря на все регалии, сохранил задор 60-х. В маститом Олеге Павловиче без труда можно было узнать шестидесятника, не позволявшего себе бронзоветь. Его уход – это завершение эпохи, уверены театральные деятели. Жалко, когда вчера это сообщение пришло. Жалко. Это уходит современник. Вот. Олег Павлович Табаков, он во все годы оставался нашим современником. Уходили годы, а он современник. Он сегодняшний, он близкий, он родной. И для любого поколения зрителей, от маленького до великого. Так что вот ушел Матроскин. Затертые эпитеты выдающейся великий легендарный не про Табакова, зато про него ключевые фильмы и образы разных эпох, одинаково тонко сыгранные. Природное обаяние и обаятельный дар, который всегда один на миллион. Наш режиссер-постановщик, главный режиссер Андрей Николаевич Ермольев предложил роль Ивана Коломейцева. Когда было обсуждение этого спектакля московскими критиками, я спросил, кого-нибудь удавалось когда-нибудь сыграть эту роль Ивана Коломейцева, чтобы сказать, это да, это он и есть. И мне тогда сказали, да, есть такой актер, Олег Павлович Табаков, который играет Ивана Коломейцева в МХТ. Я нашел этот спектакль в интернете и посмотрел. Это обалденно, что он там делал. Я сидел, думал, ну где я и где он? Там сомнений никаких быть не может. Но это такое откровение, это такая ирония над собой, это такая ирония над тем, что происходит, и в то же время скрытый сволочизм этого человека. И все это просто, легко. Я сказал, да. Национальная диаспора Мордовии скорбит об уходе Олега Табакова не меньше, чем его коллеги. Просто потому, что для своей малой родины он стал настоящей опорой. Его деятельная поддержка была такой важной в трудные моменты. Когда Олег Павлович Табаков появился в Мордовской диаспоре Москвы, конечно, это придало статус, вес. Это придало возможность, возможности через него и вместе с ним стучаться в какие-то большие двери и решать вопросы. Это бесспорно, так и было. 15 марта в МХТ имени Чехова пройдет церемония прощания, после чего Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище. Юлия Парунова, Александр Данилов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok